На ремонт кровли и подвального помещения ушло около 9 миллионов тенге. У Гульжамал Пердебековой в кухне с потолка течёт вода. Как наступила весна, женщина потеряла покой. Из-за постоянных переживаний жалуются пенсионерка, скачет давление. Гульжамал до сих пор жалеет, что согласилась на ремонт многоэтажки по программе модернизации ЖКХ. От некачественной работы строители страдают владельцы квартир, расположенных на верхнем этаже. На крыше стыки сделали как попало, и как дождь, вся вода течёт сверху. Но как так можно было провести ремонтные работы? А как комиссия принимала? Мы замучились. И если так будет продолжаться, то одна стена обвалится. Весь потолок плесенью покрылся. Такая же ситуация у соседки Гульжамал Пердебековой по площадке. Маргарита Трофимова говорит, если подрядчики не устранят неполадки, она отказывается платить по счёту за ремонт дома. А это 669 тенге каждый месяц на протяжении 15 лет за двухкомнатную квартиру. Крышу сделали некачественную. Обещали, сказали. Ещё я даже везде вам пишу, и телефон их, куда я обращалась. Подрядчики знают о проблемах в доме 19. ТО ЖБ Курлыс готов за свой счёт произвести ремонтные работы. По словам руководства компании, вины ТО в такой работе нет. Строительство произведено согласно проектно-сметной документации. На 8,5 миллионов тенге были отремонтированы подвал и кровля. Да, мы знаем. Вода идёт со стыков плит, где вентиляционные шахты. Ремонт фасада не вошёл в ПСД. Поэтому за 50 лет плиты деформированы. Стыки необходимо заделать. На это нужно 2,5 миллиона тенге. Мы обязуемся провести ремонт и кровли, и устранить неполадки в квартирах. Жалоба жителей дома номер 19 уже поступила и в ТО Тургнышмкент. Специалисты уверены, что если бы жители проектно-сметной документации включили и ремонт фасада, то таких проблем не возникло. Но теперь деньги будут выделены только тогда, когда поступят средства от ремонта других домов по программе модернизации. Я бы хотел обратиться, пользуясь случаем, к жителям домов, которые будут в этом году делаться, на следующий год. Вы по возможности старайтесь охватить весь дом. А потом, если уже вам это не нужно будет, всегда легче исключить, чем изыскать дополнительные средства. Жители домов кондоминиумов должны чётко понимать, что согласие на ремонт многоэтажки они должны давать только в том случае, когда все владельцы квартир дома тщательно ознакомятся с условиями программы модернизации жилья и определят, какой фронт работы нужен их дому. Шинар Уразова, Ильдар Жунусканов, Константин Главшев, информационная служба телекомпании «Отрар».